МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Беспрецедентные средства. На что и срасходует дорожный фонд. Зарядись от солнца, где применима альтернативная энергия. Самая быстрая и самая красивая. Какие результаты у Чемпионата России по маунтинбайку? На совещании главы Чуваши и правительства Республики обсудили освоение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чуваши. В Республике сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог. За первое полугодие 2018 года на 26%. Такие данные приводит МВД по Чуваши. Это следствие масштабной и планомерной работы последних лет. За 2017 и 2018 годы только на строительство, реконструкцию дорог, где-то дворовые территории, подъездные пути благоустраиваемые, выделяется 9 миллиардов 500 миллионов рублей. Это за два года. Если взять историю, такие огромные средства, такие огромные средства на строительство, реконструкцию дорог мы не выделяли, по сути дела. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов доложил, что объем Дорожного фонда в 2018 году составляет чуть более 5 миллиардов рублей. В 2018 году планируется отремонтировать 65 километров региональных и межмуниципальных дорог, а на местной сети ремонтные работы будут производиться на расстоянии 235 километров дорог. То есть общий объем ремонтных работ по Республике на год составляет 300 километров. По состоянию на конец прошлой недели объем выполненных работ почти 32% от плановых показателей. Реализуются крупные федеральные проекты. По проекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году выполнено 52% запланированного объема. Согласно срокам, предусмотренным государственными контрактами, окончание дорожных работ и полное освоение средств Дорожного фонда планируется в сентябре-октябре 2018 года. Михаил Игнатьев обратил внимание на удорожание одного из важных строительных материалов – битума. Учитывая, что на часть работ проектно-сметная документация уже составлена, необходимо проследить, чтобы строители не начали использовать более дешевые составы. Нарушение технологий допускать нельзя, поставил задачу глава Республики. Он также напомнил о необходимости своевременно убирать мусор вдоль автомобильных дорог республиканского федерального значения, приводить в порядок остановочные павильоны. Середина лета, а статистика трагедии на воде внушает тревогу. За полтора месяца официального купального сезона в Чувашии утонули 20 человек, из которых пятеро дети. В прошлом году цифры были 12,0 соответственно. По данным Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подавляющее большинство смертельных случаев, 90%, произошли на так называемых диких пляжах. В текущем году по статистике у нас 13 пляжей и 43 специально оборудованных места для купания открыты. Это, конечно, мало. Видите, по некоторым районам у нас вообще нули стоят. Положительные оценки заслуживают, прежде всего, город Чебоксара, Новочебоксарск, Палатарь, Канарский район, Шамуршинский, Яльшинский, Маргаурский район. Остальные районы, можно сказать, оценка неут. То есть, вот, хотя из года в год говорим, но отношение глав администрации, глав поселения остается к этому вопросу какой-то вот, ну, можно сказать, даже безответственным. Трагедии с детьми можно было бы избежать, если бы они были под надежным присмотром родителей или родственников, подчеркнул Вениамин Петров. Что же касается взрослых, цифры говорят сами за себя. 11 из 15 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. И в продолжение темы детской безопасности. Летом предоставленные сами себе дети часами зависают в мировой паутине. Уполномоченный по правам ребенка предупреждает родителей о возможных угрозах, которые таит в себе интернет. Хотелось бы обратить особое внимание родителей на то, что необходимо научить наших детей безопасному поведению в интернете. Во-первых, объясните им, что при регистрации в социальных сетях ни в коем случае нельзя открывать свою страницу для просмотра всем без исключения лицам, чтобы доступ к странице был только для друзей. Во-вторых, не общаться с незнакомыми людьми, независимо от того, кем бы они ни представлялись. В-третьих, не выкладывать свои личные данные, ни в коем случае, ни телефон, ни личные фотографии, ни фото домашней обстановки, ни адрес проживания. Потому что в настоящее время, к сожалению, бывают случаи как мошенничества с финансовыми средствами через телефоны детей, так и, к сожалению, преступления более тяжелого характера в отношении наших детей. Чуваш Автотранс прекратил перевозки в Чебоксарах. Предприятие идет к банкротству. Временные перевозчики уже приступили к работе по 16 муниципальным маршрутам. Серьезных сбоев в транспортном обеспечении нет. Добраться можно в любые районы столицы, такие как Соляное, Садово и Завражное. Единственная проблема у жителей поселка Синьяло Чебоксарского района. Чуваш Автотранс объединил два маршрута. 15-й муниципальный и 177-й межмуниципальный. И раньше жители добирались до города без пересадок. Теперь уже возникла проблема. Управлением ЖКХ энергетики транспорта и связи администрации города Чебоксары в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики подготовлено предложение по изменению муниципального маршрута номер 15 в части его продления до Синьяльского сельского поселения. Это позволит жителям поселка без пересадки добираться до Новоюжного, Центрального и Северо-Западного районов города Чебоксары. Что касается стоимости проезда, на каждом маршруте она может разниться. Перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, и город назначить конкретную стоимость проезда не может. Мы можем у них запрашивать информацию, рекомендовать и организовать стоимость по стабильным и понятным ценам наших горожан. В основном это будут автобусы малого класса, соответственно они будут обслуживать по их же заявлениям по 19-23 рубля. Что касается заранее купленных проездных билетов, деньги за них обещают вернуть. Сделать это можно в офисах ЕТК. Глава столичной администрации подчеркнул, нужно вести мониторинг за новыми перевозчиками и поставил задачу обеспечить перевозки граждан со всех районов города. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. От Балтийского до Каспийского моря через 20 регионов России в Чебоксары прибыл первый российский катамаран, который работает на электродвигателях и солнечных батареях. С уникальной разработкой российских инженеров познакомились мои коллеги. На нашем катамаране, на вот этом судне «Эковолна» стоит мобильная передвижная электростанция. Она полностью собрана из российских комплектующих. Это солнечные панели, это контроллеры питания, это инверторы и аккумуляторные батареи. Все эти комплектующие российские. И производительность этой установки в основном зависит от солнечных панелей. Вот установленная мощность солнечных панелей в нашем случае 11 киловатт. Это при идеальных условиях. Фактически наш рекорд, максимальное производство энергии 10,5 киловатт. Это было на реке Ака. Основа для модулей – солнечные элементы, произведенные на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Главная экологичность маломерного судна. Оно полностью работает на электродвигателях и солнечных батареях, значит не загрязняет воду. Это разработка – вызов для нового поколения инженеров, подчеркивает руководитель экспедиции. Наша основная идея в чем заключается? Вот вода, пресная вода – это самый большой ресурс, самый ценный ресурс, который есть в России. Все люди состоят из воды. Вот загрязняя воду, мы загрязняем сами себя, потому что так или иначе мы эту пресную воду потом потребляем. И вот вода в портах, если вы обращали внимание, она черного цвета. Почему? Потому что двигатели внутреннего сгорания, они не секретно для кого выбрасывают все свои отходы в воду. Катамаран отправился в путешествие по маршруту Санкт-Петербург-Великий Новгород-Москва-Астрахань 19 мая. За три месяца судно пройдет более 5000 километров. Экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами к тому же изучает характеристики и качество воды. По итогам будет построена экологическая карта. Все желающие чебоксарцы и гости столицы смогли познакомиться с уникальной разработкой в рамках фестиваля «Эковолна» и узнать много интересного об альтернативных источниках энергии. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах определили чемпиона России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри среди женщин. О триумфальной победе и жестком падении Ольга Пырочкина. Считанные секунды до главного старта сезона. На кону звание чемпионки страны. Под номером 51 в бело-красном костюме и с алой помадой Ирина Калентьева, которая претендует не только на золото, но и на звание самой красивой женщины в велоспорте. Впереди шесть кругов в четыре с половиной километра по пересеченной местности. Уже на середине первого круга определяется тройка лидеров. Однако интрига будет сохраняться до самого финиша. Трасса расположена таким образом, что наблюдать зрители могут только на нескольких участках. Все остальное время родные спортсменов волнуются в неведении. Поддержать чувашскую гонщицу Кристину Ильину приехала вся семья. За еще одну представительность у Чувашии Ольгу Терентьеву болеет мама. Ирина Калентьева с супругом большую часть времени живут в Швейцарии. Ее муж старается не пропускать ни одного старта. Вы приехали в Россию специально? Да, специально на гонку и чтобы встретиться с семьей Ирины. Пока мы общаемся с родственниками, девушки выходят на последний круг. Первой финиширует Ирина Калентьева. Или, как ее теперь называют, старый новый чемпион России. Как сегодняшняя дистанция. Все-таки мы поняли, что вы сразу оторвались. Или все-таки наступали на пятки соперники. На втором круге оторвалась и ехала как бы своим темпом и контролировала. Но все же расслабляться не было. Времени даже не было. Да, даже ни одной секунды. Второй приходит Ольга Терентьева. А за третье и четвертое места развернулась борьба, какой не ожидал никто. Несмотря на падение, бронза у Веры Медведевой. Это борьба, это спорт. Так бывает часто. Потому что, сами знаете, все хотят медали. И вот это была борьба за медаль. Чувашские девушки заняли весь пьедестал. Ольга Пырочкина, Борис Андрей. Республика. Команда наших юнормейцев вернулась из Нижегородской области с почетным вторым местом в военно-спортивном лагере «Гвардеец». За тренировкой бравых юношей наблюдали мои коллеги. Совсем юное движение и не по возрасту участников, а по дате организации юнормейцы появились в России в 2016 году. Отличить их легко, по ярко-красному обмундированию. Они умеют синхронно маршировать, сильны в спорте, в командной работе. Мне нравятся военно-патриотические игры, всякие соревнования. Я очень много посещаю такие соревнования, всю зиму на них участвую и занимаю призовые места. Региональные штабы открыты во всех регионах России. И юнормейцы Чуваши уже добиваются первых результатов на уровне ПФО. В лагере «Гвардеец» команды сдавали сразу несколько дисциплин. Пожарная безопасность, топография, медицинская подготовка, бег, прыжки в длину, подтягивания и другие. «Золотая медаль у нас за футбол. В финале мы победили Республику Татарстан со счетом 2-0. А в другом финале, в волейбольном, к сожалению, нам не удалось победить Нижегородскую область. Но серебро, как говорится, тоже медаль. Самое обидное было то, что нам не хватило в общем зачете 1 очко. И, получается, первое место заняла команда из Удмуртии». В команде 20 бравых юношей из разных школ Республики. Тренерам удалось за короткий промежуток времени сплотить их и обучить работать совместно. «Эти ребята, которые прошли такую подготовку, уже готовы в армии. Им наверняка будет в армии легко служить. А если они поступят в какие-то высшие учебные заведения, связанные с военизированными структурами, им будет там намного легче, чем тем ребятам, которые прошли обычную школу. Я с уверенностью могу сказать, что с ними можно идти в разведку». Кубок, завоеванный ребятами, будет переходить из школы в школу. По одному месяцу в каждый в течение учебного года. Ирина Волк, Вален Алексеева, Борис Андреев, Республика. Чемпионат мира по футболу в России завершился. Триумфатором стала Франция. Специалисты уже называют российский мундиаль лучшим по организации. Существенная заслуга в этом принадлежит волонтерам, в рядах которых были наши земляки. В благодарность за успешную работу команда правительства Чувашии сыграла с добровольцами в мини-футбол. За игрой наблюдала наша съемочная группа. Это хоть и мини-футбол, но на зеленом газоне кипят большие спортивные страсти. Два тайма по 20 минут. Игроки правительства Чувашии уверенно ведут себя на поле. Передают мяч друг другу, стараются не давать возможности соперникам приблизиться к своим воротам. Через несколько минут первого тайма атака нападающего завершилась успешно, и мяч попадает в ворота. Волонтеры не менее напористы, пытаются перехватить инициативу игры и чаще атаковать ворота соперников. Но все же на предпоследней минуте в контратаке команда правительства забивает еще один гол. Итог первого тайма. 3-0. Молодежь не теряет надежды на победу. Игра нормальная, на позитиве, мы стараемся, все будет хорошо, мы забьем гол, мы в вас волнение, несыгранность. Разыграться надо, в пас больше, больше уверенности, все будет хорошо. Мы занимаемся командой регулярно, соответственно у нас больше сыгранности, наверное. Ребята помоложе, бегают лучше, но пока нет понимания в игре. В студенческий сервисный отряд «ФИФА-2018» попали 44 чувашских студента. Почти месяц в Саранске волонтеры встречали и провожали болельщиков на трибуны, помогали с переводом, объясняли, что где находится на стадионе и просто создавали настроение для гостей со всех концов мира. По чистоте отбирали самых лучших студентов, самых лучших волонтеров, добровольцев, которые не только в желании, а на самом деле вы по поведению, по ответственности, по сравнению с другими лучшие были, поэтому вы смогли поучаствовать. Это очень важно. Искренние слова благодарности, поэтому вам выражаю. Потому что защищали честь России, и все иностранцы балдели в Российской Федерации, по сути дела. Я так скажу, я так скажу. Все болельщики ликовали. Я думаю, атмосфера праздника футбола захватила всю Россию. Не только 11 городов, а все города, также наши Чебоксары, где была организована фан-зона болельщиков, где проводились трансляции матчей. Чемпионат мира по футболу стал, безусловно, самым ярким событием лета в мире. Волонтеры могут по праву гордиться тем, что вписали себя в эту историю. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова